Нервные ощущения хотели передать? Мы хотели передать, я не знаю, можно так сказать, ощущение про то, как живое пробивается через какой-то там налить, не налить, не знаю, как это сказать. Мы попросим актеров рассказать о том, как они работали в этой картине. Вот я бы хотела попросить Луи, он, для него это такая, по-моему, если не ошибаюсь, первая большая, значительная работа в России. Луи могли бы поделиться с нами своими ощущениями и со съемочной площадки, и после просмотра фильма, Луи видел фильм на премьере на Берденском фестивале, а сейчас он прилетел к нам специально на пресс-конференцию. Как вы вообще с Алексеем сошлись и познакомились, насколько для вас было неожиданностью приглашение вас на эту роль, насколько вы смело и уверенно согласились? Очень много вопросов. Только одна. Как мы на площадке, да? Давайте. Как на площадке? Как на площадке? Не знаю, наверное, как на всей площадке. Все работают. Интенсивный, хардкор. Не знаю, мне был... Я думаю, самая тяжелая была погода, если честно. Потому что это было реально. Мы были круглосуточные в натуре. Это было тяжело. Что еще вам сказали? Было ли для вас неожиданностью то, что Алексей предложил вам эту роль? Ну, конечно. Сказали ли вы так легко? Да, с удовольствием, я пойду сниматься. Или все-таки были какие-то размышления, сомнения, и потом уже когда вы оказались на площадке? Нет, сомнений не было никаких. Во-первых, было неожиданно, но потом, когда я читал сценарий, я понял, почему мы как-то нашли друг другу. И мне лично было зерно сомнения, почему я не могу участвовать в этом проекте. Я не знаю, что отвечать вам. Как вам передать этот запах? В наше хилdos мои. Как такие звери мне земли? Ваа! А эти детали? Да! Кримерки. Да, гримерки. Нормально чистые. Да, небо. Ваа! Может быть, у тебя что-то сказали, не знаю, что сказали? Не знаю, но мы выживали в снег. Это чуть-чуть, вы знаете, это чуть-чуть как быть в армии, или как во время войны, наверное. У тебя очень физический труд и психологический труд. Я понял после съемок, что у меня была депрессия, наверное, на 6 месяц. Я не сразу понял. Но незаметно, вы знаете, как женщина, они беременны, потом они рожают, потом у них такая незаметная беременность. Незаметная депрессия, 6 месяц. Я говорю, все плохо, ты заснешь жизнь, ты не знаю, зачем ты живешь, какой смысл всего. А у меня был этот фильм, я только, наверное, 2 месяца назад обнаружил, что вот почему это все дороже. Это мне тяжело, наверное, да. Потому что фильм непростой, как я заметил. Не знаю. Для меня этот фильм был огромный люкс. Потому что кто снимает на сегодняшний день 1 минута лет. Вы знаете, это как такой люкс. Кто может себе позволить? Визия. Две. Один кадр. Один кадр. Один кадр. Смотрит за кадр, за как люди играют. И каждое движение маленькое. Там дерево сдвинулись, там камни впереди нет. Поставни назад. Потом Алексей кричит, никто будет видеть на кадре. Лена сказала, да, да, будет видно. Потом кричит свет, здесь не надо белый, надо розыгрывать. Потом кадр не та, линза не та, надо меня. Я не знаю, вам нужно посмотреть. Может быть надо делать тур в следующий раз. Фильм Алексей Герман. Тур. Как все идет. Не надо делать. Не надо делать. Но я думаю, что это большой... Я был на много съемок, потому что моя жена актриса. А я никогда не видел людей, которые могли делать один кадр в день. Это очень круто. Это как смотреть живопис. Это как настоящий искусство. Это не привозство. Это не конвейер. Это реально как шиванс. Это вам казалось, потому что приехал человек европейский. Приехал, живет в Лондоне. Приехал в вагончиках. В вагончиках пахнет. Минус 25. В вагончиках 25 метров. Вообще. В вагончиках потеплее. Либо. Либо. Плюс 12. Да. Плюс 12. Все в грязи. Вот так. В январе. В январе. Поэтому. Потом минус 30 вы снимались. Погибали. Это вот вам так казалось. На самом деле у нас там было 60 или 70 смен. Не так много, как в среднем 50. Учитывая, что в зиме все нормально. Вот. Что, кто еще? А вот у Насти хочу. Хочется спросить. А у Насти есть? Да. Ну, Настя, вам не привыкать сниматься по 12 минут в день в сериалах. А здесь одна минута в день. Ну, две минуты в день. И очевидно, что этот фильм потребовал от вас каких-то других задач, других навыков. Наверняка вы приставали к режиссеру с вопросами, а что я играю, а какова сверхзадача. Я, поскольку это кино делается, ну, не по законам такого привычного психологического кино, а все-таки по иным законам. Вот. Как справедливо заметил Алексей. По имперсионистическим законам. Вот. Как вам работалось? Как вы мучили режиссера или он мучил вас? Я все-таки не враг своего здоровья. Я к нему не приставала, честное слово. Я... Я... Мне было очень страшно изначально. Во-первых, я безумно благодарна, наверное, все-таки, Леночке, потому что она сломала табу. И то, что Алексей Алексеевич совершил такой мужественный поступок, и меня позвали на эту картину. Лена, спасибо большое только с твоим появлением в обожаемой семье. Потому что все равно, конечно, я... Поскольку мы рядом росли, это было что-то вот такое родственное. И, конечно, меня с профессиональной точки зрения не видели. Я безумно изначально благодарна. Дальше наступил момент ответственности, потому что подвести не просто такого глубокого, замечательного режиссера и художника, а подвести родного крестного братика, это еще страшнее. Но в тот момент, когда я вошла на съемочную площадку, у меня даже не было этого переключения. Никакого отношения к родственности, к семье не было. Я видела, что происходит что-то невероятное. Честно скажу, рожать тяжелее и больнее. Здесь мне было приятно. Вот когда Машка родилась, там уже было счастье, приятное все и так далее. А в тот момент не было здесь. Было очень тяжело, страшно. У меня было единственное желание не испортить все то, что Алексей Алексеевич придумал. Только бы, вот знаете, как у него, вот налить стакан с водой, и если там чуть-чуть не хватает, скажут, никто, мало. Но если одна капелька упадет и перельется, то это уже будет перебор и наигрыш. То есть когда я пыталась сделать то, что они от меня просят, у меня, я только молилась, боженька, пожалуйста, сделай так, чтобы вот иногда от нервов, знаете, вот глаза надо дергать. Только бы он не дернулся. Потому что в его кадре, в его истории уже даже это будет смотреться, что я сейчас... То, к чему мы привыкли, иногда, к сожалению, каким-то ремеслом ты пользуешься, играя 12-15, я буду промолчу, сколько еще минуту иногда в день мы снимаем, да, когда сериал. Было невероятное чувство ответственности, страха и желание одно – только бы не испортить, только бы не испортить. Только бы получилось все то, что они задумали. Только бы... Конечно, никаких моих мыслей не было, когда я прошла сценарий. И я понимала, что ничего здесь придумывать нельзя. Если я в своей работе привыкла выплывать и придумывать, чтобы это было интересно, потому что, согласитесь, 18 лет играть одно и то же кино и одну и ту же сцену, иногда произнося тот же самый текст в 158-й раз, нужно сделать это по-другому. Здесь у меня первый раз было ощущение... Обычно вот в театре есть, когда используются киномоменты. В последний вот спектакль, который у нас вышел, там просто мой сон идет в кино. Никогда в кино у меня не было ощущения театра, потому что для меня это всегда были две разные профессии. Здесь первый раз, когда мы рано утром приезжали, мы везде репетировали, 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 а в 6 часов, как только солнце начинало садиться, огромным длинным кадром, как целый спектакль, ты от и до проигрываешь, и ты в этот кадр, ты понимаешь, что второго шанса у тебя не будет только сегодня, здесь и сейчас. И вот это вот какое-то переплетение театра одной любимой профессии, другой, это удивительное сочетание и музыки, и поэзии, и живописи, и хорошей литературы, и фотографии, и кино, и театра, оно тебя уносило в какую-то другую реальность. То есть у меня было ощущение, что вот вся та поездка на Украину, это был какой-то тяжелый, хороший. Конечно, условия были разные, я это не отрицаю, но у меня захлёст с того, что это какая-то совершенно невероятная, невероятные секунды в моей жизни, я тебе говорила только одно, запомни, запомни, что ты сейчас чувствуешь, запомни на всю жизнь. Вот это было что-то потрясающее, правда. Как бы не было тяжело и больно, этого было больше и лучше. Мне кажется, если ты держишь это, то он фонит, лучше поздравить. На самом деле, конечно же, были разногласия, потому что, в первую очередь, вид шла о самом процессе работы, действительно снимает день по кадру, и, конечно же, снимали в режим. А значит, что, в общем, к определенному времени в кадре все должно быть готово. Естественно, это касается и декорации, это касается реквизита, это касается и костюма, и очевидно, что часть вообще дорабатывается только под финал. И все волнуются для того, чтобы все же успеть. И мне хочется доделать, собственно говоря, то, как мне видится. И в этом были конфликты. Что касается каких-то там художественных взглядов, противоречий и совпадений, или, ну, скорее, мы с Лешей больше совпадаем. И потом, на самом деле, значительный блок, он доверил мне, потому что было невозможно зайти в очень короткие сроки, а, собственно говоря, уже вникать во все, мне кажется, как стационарно. Ну, потому что все очень красиво звучит, да, на словах, по поводу того, что там кадр в день и так далее. А, как бы, реальность-то она другая, да, как бы, картина, на самом деле, с некосмическим бюджетом, я его не буду говорить, но он некосмический совершенно. И, собственно говоря, все это делалось там наполовину, наполовину на коленке. И, как бы, мы входили в объект, у нас там был один-два дня на подготовку, мы его готовили, как раз-таки успевали, уже... Да, мы уже снимали в другом объекте. Да, поехали. У меня, как раз, если уж мы затронули, собственно говоря, изобразительную часть, мне бы хотелось, чтобы Антонин сказал пару слов, потому что идея сверстокая, она как-то возникла с одной стороны. И мне кажется, это очень важный прецедент, потому что, как правило, скажем, пространство современного искусства, пространство климатографического существует отдельно. А здесь мы все же как-то попытались вступить в диалог. И вот, Антонин, если можно, по пару слов. Да, конечно. Хорошо. Да, во-первых, я тоже ждал пять лет, шесть, наверное, поскольку давно была идея делать выставку современного искусства, связанную с кино. Надо ждать правильный фильм. Не скрываю, что были другие приложения, но... Я помню, когда с Алексеем и с Леной говорили о проекте уже пять лет назад, Алексей сказал, что он искал новую визуальность. Это было важно, чтобы кино передать это. Это, в принципе, тоже тема современного искусства. И после того, как я смотрел фильм, вот я был уверен, что вот он нашел. Они нашли все, которые работали над проектом. Теперь эта визуальность, это только, как сказать, искра, чтобы из этого делать другой проект. Это именно в искусстве совершенно другие ощущения, чем там все замерзло, вы говорили. Здесь это помещение, это музей. И там будут именно объекты разведения современного искусства. То есть фильм дает поводу еще создавать искусство. Значит, искусство – это одно. Музика, музыка, кино. И чего иногда не хватает – это диалог между разными видами искусствами. И этот проект именно показывает, что процесс иногда важнее, чем продукт. Потому что именно выставка передает эту энергию, которую все заметили, когда смотрели фильмы. Это совсем другие ощущения, другие возможности для зрителей понимать другие-то даже мотивы. Или, в конце концов, кино – это больше, чем то, что вы видите на экране. И этот проект дал мне лично. Я человек из другого поселка. Я человек из современного искусства. И, в принципе, я стал гораздо богаче после этого именно, что дал возможно обсудить искусство. И интересно обсудить с людьми, которые воспринимают реальность как 2D. Все, что есть на экране, как в проекции – так есть искусство. Я, наоборот, я 3D, мне важно пространство. Люди могут, например, входить в пространство направо или налево. Они свободны. То есть это более пластичное. И именно встреча с Ленией, с Алексеем и с самым фильмом дали совсем по-другому чувство твой материал, как человек, который обычно работает с художницей имени искусства. Поэтому я искренне скажу спасибо авторам, потому что реально выставка – это большой или маленький. Но все равно это шаг вперед. Это первая попытка создавать диалог между разными видами. Пригодите, пожалуйста, близко открывать 4 июня. И будет до 3 недели в Московском музее современного искусства на Гогольском бульваре. Спасибо. Это небольшая колонна, которая идет по генеральной линии. Маленькая колонна, которые по своей. Первая колонна. В пятых колонна. Шестая-яя появилась, как известно, я читал. Седьмая... Это никогда не останавливается процесс. Значит, для нас было важно снять о людях, которые живут в своей головой, органически. Вот так они устроены. Из, в общем, поступков дурных и недурных выбирают недурные. Не потому, что они герои. Не потому, что они Вадим Ильич Ленин или не Ленин, не знаю. А потому, что они так устроены. Это вот раз. И мне кажется, да, что, как правило, эти люди, они всегда немножко лишние. И для одних, и для других. Ну, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что это люди, которые не живут каким-то мозгом общности. Ну, на мой взгляд, это первое. Второе. Наверное, для нас было важно как-то поймать этот момент прорастания чего-то живого. Да. И все-таки про людей, которые как-то чего-то пытаются здесь делать. Получается? Не получается? Образованный? Менее образованный? Богатый? Бедный? Это вообще не важно. Важно, как бы, важно ощущение какое-то, да? Важное ощущение, важная интереса. Соответственно, мне кажется, что лишние люди здесь всегда, в России. Ну, они, наверное, везде в мире есть, но в России, наверное, как бы это особенно. Вот. Поэтому, собственно говоря, как-то, как-то, как-то вот на этой, как-то на этой основе, на этой основе, и, на этой основе, и строился сценарий, да? Ну, одна-одна, она-одна, одна-одна есть. Потому что, потому что, мне кажется, что интереснее рассказывать про то, как кто-то попытался сделать, неважно получилось или не получилось, да, это вопрос как бы жизни. А не о том, кто не попытался. Хотя это тоже есть. Просто вот мы просто смотрим, как бы, вот на вот-вот так вот, вот такой вот, вот такой вот, вот такой у нас взгляд. Да, полюбий, пожалуйста.